дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать продолжаем изучать перте вот продолжаем изучать тору значит сейчас я секундочку продолжаем изучать тору перте вот всем доброе утро да дорогие друзья всем доброе утро значит у нас из этого что поменяли время мы как бы кто-то сбился с режима кто-то не сбился но такая жизнь дачек живет в какой-то какой-то системе и обычно внешняя система она находится под влиянием множества факторов единственная система которая находится под нашим контролем относительным это внутренний мир это чтобы им управлять нужна большая большая сложность потому что если мы посмотрим то мысли то они как скакуны как пил певец газманов то есть мысли они скачут и своими мыслями тяжело управлять а внешним миром в принципе управлять очень тяжело большинство людей большинство людей выбирают себе именно эту очень сложную задачу можно сказать не посильную задачу попытка управлять внешним миром а мне кажется что нужно сосредоточиться на управлении внутренним миром то есть нужно сосредоточиться на том чтобы чтобы хотя бы научиться управлять, не хотя бы, это главная задача, научиться управлять своим мышлением, своими мыслями, своими намерениями, своими убеждениями и так далее. Это хотя бы примерная решаемая задача. То есть управлять внешним миром я, например, не могу повлиять на смену часовых поясов никак вообще. То есть я не могу сказать, а зачем вы в Израиле или в Украине перешли на другой пояс, а на другой не перешли. Вообще меня не слушают. Меня не слушают, к сожалению. Даже президент, можно так сказать, он тоже не обладает неограниченной властью на внешний мир. Поэтому давайте сосредоточимся на управлении внутренним миром. И для того, чтобы управлять внутренним миром, миром своих смыслов, целей, миром своих убеждений, нужно научиться, нужно научиться вообще... Мы для этого и учим Тору, чтобы поставить своё мышление под божественный контроль. То есть человек выбирает себе, должен выбирать, по идее, систему мировоззрения, потому что большинство людей же не выбирают систему мировоззрения. То есть их куда поставили? Родился ты в Северной Корее, ты коммунист. Родился в Южной Корее, ты капиталист. Родился вообще в Корее, ты кореец. Родился там ещё где-то и так далее. Теперь, так как мы люди уже пострадавшие или не пострадавшие от смены системы, то есть русскоязычные, русскоязычные евреи, неевреи, вообще люди русскоязычные, которые жили на территории бывшего Советского Союза, увидели вот этот вот слом системы, когда тебя воспитывали. И в одной идеологии была одна система. Потом, опа, она и сломалась. И поэтому нам легче принять Тору. То есть нам легче понять, что системы мировоззрения, они не более чем набор идей. Если нам предлагается на выбор, вот тут коммунизм, вот там какая-нибудь философия, да, а вот Тора, то Тора, естественно, должна перевешивать, потому что Тора — это сколько поколений евреев? От Авраама до сегодня 120 поколений. От разрушения второго храма, которым страшно гордилась Римская империя, вообще страшно, да, поставили арку триумфальную в Риме. После этого только построили Колизей. Сейчас весь мир ездит смотреть Колизей. А храм уже до этого времени простоял 400 лет до разрушения. То есть храм построили до Колизея за 400 лет. Представляете, если бы стоял храм, что было бы сейчас в Израиле с туризмом? Просто весь мир бы там сидел без остановки. Вообще, если бы храм не был разрушен, второй храм, если бы еврейский народ не отправился в изгнание, а жил 2000 лет на земле Израиля. Представьте, что бы там было сейчас. Если за 70 лет сумели создать рай, вообще рай на земле. То есть Израиль это рай на земле, который снабжает сейчас продуктами питания пол Европы. Представляете, экспорт. Была пустыня, вообще пустыня пустынная. Вообще не было что кушать. И тут вдруг появляется государство в 1948 году. И за последние 70 лет сейчас экспорт сельхозпродукции у Израиля зашкаливает. Как это может быть такое? Чудо. Представьте, если бы 2000 лет, 2000 лет, это чудо бы продолжалось. Сейчас бы 70 лет продолжается, а так будет 2000 лет, если бы. Такая динамика. Просто нереально. Даже представить, что было бы. Но мы посмотрим. Интересно. То есть мы увидим своими глазами, с Божьей помощью, как будет построен третий храм. То есть мы уже ждем. То есть видно, что как двигается технология. То есть как бы если бы раньше еще сказали, что будет третий храм, можно было бы удивиться. Ну как он будет? А когда сейчас машина будет уже через год без водителя ездить, то уже как бы удивляться стыдно. Не может человек говорить, я не верю тому, что что-то изменится в будущем. Посмотри на прошлое, на 20 лет и посмотри на сейчас. То есть ни один нормальный человек не может сказать, я знаю, что будет через 20 лет. Никто не может сказать. То есть все понимают, что с той динамикой развития, в которой мы сейчас находимся, предсказать, что будет через 20 лет, невозможно. Уже я вчера читал, уже есть квантовый компьютер, который в 100 миллионов раз, это Google уже сделали, там его первую версию, который в 100 миллионов раз считают быстрее, чем обычный компьютер. Представьте, это просто вообще, что нас ждет в ближайшие годы, удивительная вещь. Хорошо. А мы продолжаем изучать древнюю мудрость, потому что что бы нас не ждало снаружи, внутри нас всегда ждет одна и та же история, человеческая природа. Человеческая природа и извечный вопрос. Кто я? Зачем я? Как жить правильно? К чему стремиться? И как быть счастливым? И ответы на все эти вопросы есть в Торе, и мы сейчас изучаем по этому Тору. Сегодня у нас есть Мишна, это пятая глава Пертеа Вод, Мишна, которая под номером, Мишна под номером, Мишна 16-я. Значит, напоминаю, что устная Тора, это Тора, которая была получена вместе с письменной Торой на горе Синай Моисеем Мушерабейну, великим пророком, пророков и всех пророков Моисеем, от Бога. Он прям как записал Тору на себя, 40 лет в пустыне, в закрытой такой вот от внешнего влияния реальности, передавал Тору еврейскому народу. Это был такой, как длинный-длинный тренинг, 40 лет, в котором выросло целое поколение, питаясь маном. Каждый день выпадал ман, такая духовная пища, и они просто только и занимались тем, чтобы постигали вот эту духовную реальность. И потом Тора передавалась из поколения в поколение, из поколения в поколение были люди, которые передавали хранители Торы. И потом, когда 2000 лет назад еврейский народ отправлялся в длительное изгнание, вот эти мудрецы, которые главы народа, они знали, что сейчас в устной форме уже может прерваться традиция, потому что, представляете, ну изгнание, кто-то пошел туда, кто-то сюда, Испания, Марокко, там, Вавилон. Ну, то есть было жуткое такое время, и они решили ее записать, устную Тору. И то, что мы сейчас изучаем, это один из трактатов устной Торы, который называется «Поучение отцов». И 16-я глава звучит так. «Каждая любовь…» «Коль аава…» Видите, про любовь. Они даже в то время говорили тоже про любовь. И вообще основная тема Торы – это любовь. И главная заповедь – это «Ваавтали реха камоха» «Возлюби ближнего, как себя». И каждый день такая главная декларация, то, что мы говорим в «Шма-Исраэль» «Ваавтай ташамел кеха» «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Поэтому сейчас мы разберемся, что такое любовь – «аава». То есть это, кстати, интересно, что само слово «аава» – «любовь», оно произносится «аава». Эй, такое «аава». Вот. Так оно по числовому значению равно слову «эхат» – «один». То есть «любовь» и «один» – это как одно и то же слово, у них есть общая основа. И сама по себе любовь, она соединяет. То есть когда есть любовь, это как соединяется в одно целое. Вот это любовь. Когда говорится «возлюби ближнего, как себя», это «соединись с ближним, как с собой». Но подразумевается, что ты должен вначале уметь соединяться со собой. У большинства нормальных людей внутри есть огромный клубок противоречий и вопросов к себе, о себе там и так далее. То есть поэтому, поэтому, значит, двигаемся дальше. Значит, «аава» – это соединение, любовь – это соединение. И вот нам говорит Мишна, говорит нам Мишна, что любая любовь, которая, тлуя бы давар, имеется в виду, которая зависит от какой-то вещи. То есть любая любовь, которая зависит от какого-то условия, «ботель давар птела аава». Исчезло это условие, исчезла любовь. Сейчас мы разберемся, что это. «Выше и на тлуя бы давар». А если любовь не обусловлена какими-то условиями, то что? Она никогда, никогда, никогда не исчезнет. То есть, вот это очень интересное слово, «эна птела лау лам». Никогда она не исчезнет, такая любовь. Теперь, дальше Мишна приводит нам пример из письменной Торы, что это за любовь, которая зависит от вещи, и что это за любовь, которая не зависит от вещи. Им приводится пример, какая любовь не зависит от вещи, безусловная, безусловная любовь, это любовь амнона, а нет, какая любовь зависим, зависящая от условий, обусловленная, это любовь амнона и тамара. Сейчас я расскажу, что это за амнона, что за тамара. «Выше и на тлуя бы давар». А которая не обусловлена, любовь не обусловлена, безусловная любовь, это любовь Давида и Йонатана. Значит, смотрите, ну давайте разберемся. Есть любовь, которая обусловлена. Вот я, например, люблю, люблю я, там, например, люблю я Викторию Рогову, потому что она любит Ваикру. Но если бы она тут начала писать гадости про портал Ваикра, про Тору и так далее, я бы ее сразу бы разлюбил, Викторию Рогову. Потому что моя любовь к Виктории Роговой обусловлена тем, что ей нравится и она любит то, что люблю я. Понятно, да? Теперь безусловная любовь. А безусловно я люблю, например, своих детей, потому что они мои дети. Понятно, да? Теперь, ну тут это надо разобраться глубже. То есть есть любовь обусловленная, когда это на самом деле это не любовь. То есть это говорится так, что я отношусь к тебе, как будто бы я тебя люблю до тех пор, пока ты делаешь то, что я хочу, чтобы ты делал. Это обусловленная любовь. То есть сказать, что это любовь, она похожа на любовь. То есть что такое любовь? Если мы одно целое, то тогда я хорошо отношусь к тебе, ты хорошо относишься ко мне. Но опять же, смотрите, тут интересная вещь, что, например, один человек, он вегетарианец. И он говорит, я тебя люблю как себя, поэтому я тебе мясо не дам. А второй любит мясо больше всего кушать. И вегетарианец ему говорит, я тебя люблю как себя, мясо тебе не дам. Потому что если ты будешь кушать мясо, я уже тебя не люблю. То есть это обусловленная любовь, которую даже сложно назвать любовью. Теперь Амнон, вот упомянутый здесь, это был один из сыновей царя Давида. И он любил Тамар, это была сестра его от другого брака. И он от у Давида, царя Давида было много жен, несколько жен. И Амнон, он влюбился в эту Тамар. И он ее в итоге изнасиловал прямо. И его убил брат Тамар. Значит, получилось, что вот эта любовь, которая у него была, как бы, любовь, она по факту была желанием, ну, эту Тамар, значит, с ней переспать. И получается, что это пример очень плохой любви, то есть это чистый эгоизм, потому что она это не хотела. И приводится специально этот пример, что даже после того, как он это сделал, у него, наоборот, любовь, она перевернулась на ненависть к Тамар. Представляете, это вот такая была история, описанная в письменной Торе. Теперь, а любовь Давида к Йонатану, это царь Давид, он стал царем после царя Шауля. Был такой царь Шауль. Его Бог сделал первым царем Израиля, через пророк Шмуэль его помазал на царство. Потом Бог приказал Шаулю через пророка, чтобы он убил всех амалетитян и не брал добычу. Был народ амалетий, это был народ такой демонов, народ магов, злых таких, да, народ, который был антипод еврейскому народу. То есть если еврейский народ, это народ священников, его функция служить Богу, то амалек, это обратная сторона, это функция, это служитель зла такой, да, который был против Бога, против евреев, и прямо он любил убивать. Ну такой народ, как бы, обратная сторона, да, назовем его так. И вот, значит, царю Шаулю было приказано идти войной на этого амалека и уничтожить всех, включая, включая, ну всех, и включая скот, потому что амалеки, амалетитян эти, они умели превращаться в скот, в летучих мышей, то есть это были такие демоны они были, демоны и мади. Итак, царь Шауль, значит, что он сделал? Он пошел туда, он был очень скромный, ему воин, его народ говорит, давай лучше мы не будем скот убивать, мы его принесем в жертву Богу. И царя их, амалетитянского, давай мы не будем его сразу убивать, а мы его лучше приведем в город, в Иерусалим, и там мы его убьем, значит, убьем мы его публично, как бы, устроим, ну, парад победы. И он, вместо того, чтобы сказать, нет, мне что Бог сказал, то я буду делать, я не буду там шаг влево, шаг вправо, он, значит, сказал хорошо. И, значит, Бог тогда говорит пророку Шмуэлю, говорит, иди, скажи ему, что он больше не царь, потому что не может царь Израиля идти ни за кем, кроме как за Богом. То есть, если Бог ему сказал, все. А Шауль, он скромный такой, и он послушал народа. И, в общем, пророк Шмуэль пришел к нему и сказал, что ты больше не будешь царем, и помазал на царство Давида. А царь Шауль, он хотел Давида убить после этого. И там была целая история, это все из письменной Тори, в Танахе есть вся история их взаимоотношений. А Йонатан, это был сын царя Шауля. Представляете? И он, зная, что его отец хочет убить царя Давида, он, тем не менее, он Давиду и знал, что Давид уже будет он царем. Он, тем не менее, продолжал с ним дружить. Почему? Потому что его любовь была не связана с какими-то условиями. Он любил царя Давида за то, что тот был по-настоящему преданный Богу, за то, что он был человек, для которого кроме служения Богу не было ничего. И Йонатан любил его независимо от его взаимоотношений с его отцом, и так будет он царем, не будет, и так далее. То есть приводится этот пример. Давайте переведем его на простой язык, понятный нам. Дойти до границы вот такой чистой любви, которая ни с чем не привязана, это самый высокий уровень, до которого может дойти человек. Если поймать вот этот вот уровень любви, не привязанной ни к чему, просто любовь, когда ты ощущаешь и обнаруживаешь свое единство с Богом, с мирозданием, с другими людьми, с реальностью, то есть это уровень вообще нереальный, недостижимый. Но, значит, нам говорят простую практичную вещь, что та любовь, которая привязана к вещи, которая обусловлена вещами, это не любовь. Поэтому надо понимать, надо понимать, что вот, просто понимать реальность, что любая любовь, вот смотришь иногда, люди женятся, они во время брака клянутся друг другу, свадьба, он ее носит на руках, дарит ей цветы, и она ему там просто вообще смотрит на него вот такими вот сделанными ресницами. Это все любовь, обусловленная вещами. То есть уйдут вещи, уйдет любовь. То есть это надо просто понимать. Если кто-то это не понимает, вот мы сейчас узнали, что любовь, которая обусловлена, если ты мне, то я тебе, это не любовь. Или же она любовь, но при условии соблюдения списка пунктов. Теперь, что нам делать? Первое, если нужно знать список пунктов тех людей, которых вы хотите любить. И это очень важно для себя уяснить, что, вот, например, я люблю там, люблю я те, кто ходит на уроки, да, те, кто любит Тору. Я люблю, но если, например, если, например, там, эти люди, они перестают или начинают что-то неправильное делать, то я уже их не люблю. Это факт. Теперь надо для себя точно составить список своих обусловленных любови и понимать, что те люди, которые вам дороги, у них тоже есть такой список. Если вы хотите сделать приятно тому человеку, которого вы любите, да, выразить свою любовь, то эту любовь надо выражать не на языке своём, как муж подарил жене на 8 марта спиннинг, да, но он говорит, это лучшее, что может быть в мире ловит рыбу, но это было для неё оскорблением. То есть очень важно выражать свою любовь, понимая, что все люди обусловлены в этом мире набором условностей. Нужно понимать вот эти вот обусловленности других людей и разговаривать с ними на их языке. Такой я для себя сделал вывод из этой мишны. И, конечно, стремиться к такой безусловной любви может, ну, не может быть надо, мы должны стремиться к этой безусловной любви, потому что человек, который любит, ему хорошо. То есть это понятное дело. Вот недавно ко мне пришла одна из моих учениц по тренингам, и она разошлась с мужем, например, да. И вот я вижу, она потухшая такая, прям вообще потухшая. То есть была такая прям, ну, вот она была такая наполненная, она очень хороший тренер, психолог, коуч. А сейчас она прям, видно, такая потухшая. Я ей говорю, слушай, ну вот тебе надо срочно там в кого-то влюбиться, там, я не знаю, или вернуться к мужу, или строить новые отношения, потому что в таком состоянии невозможно жить. То есть человеку, когда он любит, он наполнен любовью. И тут вот это интересно тогда, сейчас, вот сейчас я, наверное, понял эту идею, что если вы хотите быть наполненным любовью, то должно быть как можно меньше условности. Потому что чем больше у тебя условностей, я тебя люблю, или я мир люблю, или я люблю погоду, если, 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 то чем больше если, тем меньше любви. То есть эти если будут нарушаться. Но если у тебя будет любовь безусловная, такая любовь будет, что нет, если. Просто люблю погоду, люблю, не люблю цвета, там, один из семи цветов, а люблю все цвета. Люблю не Москву, если весной, а просто люблю, там, например, Москву. То чем меньше у тебя будет обусловленности в твоей любви, тем больше ты будешь наполнен любовью. Чем больше ты будешь наполнен любовью, тем будет у тебя счастливее жизнь. вот это то что я для себя сделал вывод из этой мечны и надо больше пользоваться словом люблю больше любить и меньше условности все вот это мой вывод удачи всем и успехов больше больше любите любите до любите больше и будете счастливы все удачи успехов я пошел проводить тренинг очень люблю проводить тренинги все пока всем удачи